всем доброго времени суток гостям и подписчикам моего канала решил создать данное видео так как такие вот короткие ролики технические скажем так они очень популярны и на них большие просмотры под одним из моих видео по котлу по меню котла баксия кафор мне человек задал вопрос как сейчас она его вопрос появится вот как изменить параметр f08 так как я занимаюсь только монтажом отопления вот монтажом отопления в технические характеристики котлов я не лезу в настройки котлов я тоже не лезу вот этим занимаются сервисные специалисты вот скажем так они на это учились а вот я занимаюсь только монтажом отопления вот но компания бакси они сделали проще они для нас вот для монтажников для сервисников можете и вы прекрасно этим пользоваться выпустили приложение называется бакси технический справочник в этом справочнике мобильное приложение находятся важные вопросы коды ошибок на все котлы что эта ошибка означает также есть раздел так же есть раздел вызывается он правильно параметр настройка параметра раздел называется настройка параметра вот он так выглядит зайдя в этот раздел найдете свой котел там все удобно сделано каждый котел сфотографирован вот его название заходит туда вот все параметры там расписаны вот и сверху вверху расписано как зайти в техническое меню и как изменить этот параметр ли вы посмотреть как он выставлен был завода либо сервис ником который приезжал так что вот так было видео полезно ставим палец вверх кто не подписан обязательно подписывайся чтобы не пропустить следующий очередное видео ссылку на это приложение я оставлю в описании всем удачи звание так компания бакси выпустила мобильный технический справочник вот он у меня на телефоне на андроиде установлен так заглавную зайду это вот его заглавная страница вот она здесь есть как и кода ошибок на все их не котлы настенные ну вот зайду допустим экофор допустим ошибка е10 на плату поступает сигнал о разомкнутых контактах реле минимального давления теплоносителя в системе отопления то есть е10 это упало давление в системе отопления вот и варианты неисправности достаточно давления нет контакта между платы реле минимального давления контур отопления также третье неисправный реле минимального давления в общем здесь этих вариантов получается для традиционных котлов 4 еще вот есть конденсационные котлы решений так дальше значит выхожу отсюда есть настройка параметров настенные заходим эко4с эко классик новинка скажем так от компании бакси но эти котлы эко классик они тендерные с вертушками розничные котлы эти это эко нова они кнопочные вот он эко нова это розничным котел и как тут у меня спрашивал склее этот с переписки с ютуба на экофор параметр f08 как изменить вот экофор я зашел экофор 24f трубированный и ищем параметр 08 ищем параметр 08 параметр 08 это максимальная полезная мощность системы отопления от 0 до 100 значение установлено на заводе сто процентов то есть завода стоит максимальная мощность 24 киловатта вот как теперь ее изменить как войти в параметр настройки здесь это тоже есть я вот это вот не знаю не запоминаю мне это не надо сейчас вот удобно есть приложение вот этим вообще занимаются как бы у нас сервисники мне моей работы хватает монтажу отопления по сантехники это вот вот это вот это их не все мне чужой хлеб не нужен скажем так так здесь вот значит что написано как войти для установки параметров котла нажмите одновременно не менее 6 секунд кнопку батарея минус и кнопку краник минус 6 секунд когда функция активно на дисплее появится надпись f01 которая сменяется значением выбранного параметра изменения параметров для просмотра параметров действовать крайне кнопками краник плюс минус для изменения единичного параметра действует кнопками батарея плюс минус для заполнения запоминание изменения и до запоминать запоминание измененного значения параметром нажать кнопку в к выкар выкал на дисплее образится индикация мем для выхода из функции без запоминаний нажать кнопку i на дисплее появится надпись esk все думаю понятно то есть как изменить какой-то параметр здесь все есть f01 параметр f02 f02 это тип используемого газа f03 конфигурация котла двухконтурный котел двухконтурный со вторичным теплообменником в общем 18 параметров здесь сразу скажу что вот эта программа у меня установлена на андроиде на андроиде и она здесь корректно работает на телефоне iphone она работает некорректно некорректно вот этой функции там нету у меня там пустой экран скажем так на на айфоне на андроиде это все есть вот здесь вот посмотрим еще у на 3 тоже часто ставлю эти котлы у на 3 310 и файл f01 параметр тип камеры сгорания параметр здесь f08 настройка датчика гвс так что такая вот удобная программка вот она бакси справочник доступна она для скачивания в плей маркете вот у меня плей маркет сбиваете бакси справочник и вот она вылазит здесь называется бакси технический справочник так вот это все выглядит так что вот так было видео полезно ставим палец вверх палец вверх кто не подписан обязательно подписываемся чтобы не пропустить следующие интересные видео всем удачи до свидания будьте добрее